Всем привет! Смотрим картины известных художников, художниц. Английская художница Элизабет Батлер, рожденная Томпсон. Родилась в Лазане. Родители хотели, чтобы девочка занималась живописью. Сначала она пробовала свои силы в портрет и пейзажах. Но после посещения Франции, Элизабет увидела картины, изображающие события франко-русской войны. Батальная живопись всецело захватила ее воображение. Я пользуюсь теми данными, что я нашел в интернете. В переводной википедии в 1873 году, после путешествий по Франции и Италии, где она совершенствовала свое живописное мастерство, художница вернулась в Англию и впервые показала свои батальные полотна на выставке в Королевской Академии. А год спустя, в 1874, художница представила на выставку Лондонской Королевской Академии свою картину «Перекличка», которая произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Толпы желающих видеть картину осаждали Академию. Успев был такой, что было принято решение отправить ее, то есть картину, круиз по стране, чтобы всякий желающий мог убить эту работу. Развернулась большая борьба по куплю-продаже этой картины. Однако Королева Виктория заявила о своем желании приобрести ее. Остальные претенденты по чтениям третировались, и, купив перекличку, Королева великодушно дала согласие на тиражирование гравюры с нее, чтобы каждый гражданин Британской империи мог иметь ее дома, висящий на стене. Художница отказывалась от прежней традиции изображения славных побед и бравых полководцев. На своем полотне она изобразила остатки британской армии, принимавшей участие в Крымской войне, с душевной болью и состраданием, показав простых солдат, измученных войной. Надо сказать, что ведущий британский критик того времени Джон Резкин, утвердавший, что женщинам нет места в живописи, увидев перекличку, изменил свое мнение. А другая картина художницы Защита в Каре, выставлена в Академии год спустя, была оценена им как первое замечательное прерафаэлийское батальное полотно. Резкин отмечал способность художницы изображать вещи такими, как они есть или были, а не какими представляется воображение. Элизабет Томпсон была одной из самых популярных британских живописцев. Ее батальные картины стоили очень больших денег. Художница ревностно следила за тем, чтобы все детали ее полотен соответствовали исторической действительности. Частыми посетителями его мастерской «Посполь». Были солдаты, участники военных событий, которые позировали художницы. Их военный опыт был гарантией на достоверность. В начале 1880-х годов отношение к батальным полотнам батля разменилось, вплоть до резко отрицательного. Публика в полуимперского патриотизма не хотела видеть правду о войне, предпочитая ей красивый миф о прославленных победах британского оружия. Художницы упрекали в отсутствие патриотизма, подрыве морального духа английских солдат. Несмотря на это, художница продолжала писать батальные картины. Умерла Элизабет Батлер в 1933 году. Ну вот и все, что мне удалось найти у английской художницы Элизабет Батлер. Смотрим картины. Пока-пока. До свидания.